Всем привет! Это обычный ананас. И вроде бы какое отношение он имеет к текстильному производству. Но оказывается из него, а точнее из его листьев, можно сделать отличную и экологичную одежду. Листья ананаса являются побочным продуктом выращивания ананасов и чаще всего отправляются на свалку. Однако как сырье они обладают огромным потенциалом в текстильной промышленности, так как в листьях имеются многочисленные прочные волокна, которые можно извлечь. Ананасовые волокна по-английски называются pineapple fiber. В текстильной промышленности часто используется аббревиатура PALF – pineapple leaf fiber, то есть волокна, извлеченные из листьев ананаса. Кстати, это не единственные волокна, которые извлекают из листьев. Также можно получать волокна из пальмовых листьев и сизаль из листьев агавы. Волокна ананаса мягкие, белые, блестящие, легкие, легко моющиеся и биоразлагаемые. Из них можно сделать не только сеть и веревки, но и тонкие ткани. Волокно можно использовать для домашнего текстиля, джинсовой одежды и другой одежды в сочетании с другими материалами и в чистом виде. Ананасовые листья относятся к побочным продуктам, а конкретнее к отходам сельского хозяйства, а значит дополнительные водные ресурсы для их выращивания не требуются. Растет ананас очень быстро, листья можно собирать несколько раз, поэтому растение продолжает производить волокно даже после того, как плоды собраны. Производство ананасового волокна требует минимальных затрат и оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, а также снижает нагрузку на свалки. Производство такого волокна является экологически чистым, безопасным и соответствует экологическим нормативам. Обратите внимание по этой таблице, что углеродный след от получения ананасового волокна по сравнению с другими натуральными и химическими волокнами равен нулю. Ананас – это многолетнее травянистое растение семейства бромелиевых, высотой до 55-65 см, с розеткой длинных, узких, грубых и в то же время сочных листьев, зубчатых по краям. Он был одомашний около 4000 лет назад индейцами тупи-гуарани, которые жили в бассейне реки Парана в Южной Америке. Сейчас он культивируется во всех тропических странах, а лидерами являются Коста-Рика, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Китай, Таиланд, Индия и Нигерия. Ананас используется не только для пищи и напитков, но и в медицине, как корм для скота, а листья можно использовать как биотопливо. Получение волокон из листьев ананаса известно очень давно. На Антильских островах еще в до Колумбового времена карибы использовали плоды ананаса в пищу, готовили напитки, а из волокон делали веревку, тесю для луков и одежды. Волокно ананаса или пини по-филипински имеет долгую историю на Филиппинах, где оно используется в течение столетий для создания традиционных тканей для официальных мужских рубашек. Ткань получается очень тонкой и прочной, ее можно окрашивать или украшать вышивкой. Во время испанского колониального периода на Филиппинах ткань пини стала популярной среди высших классов как символ богатства и статуса. Производство ее было очень трудоемким процессом, так как волокна извлекались из ананаса вручную и также вручную получали пряжу. Затем опытные ткачи использовали эту пряжу для создания изящных кружевных узоров, которые баронг-тагалок, так назывались эти ткани и одежда, использовались для украшения официальных снарядов. Чтобы получить несколько метров такой ткани, требовался целый месяц, но филиппинские мастерицы еще более усложняли себе работу, они вышивали на ананасовой ткани шелковыми нитями. Чем сложнее был узор, тем выше ценилось и без того почти золотое полотно. Ткань из ананасовых волокон в 1851 году стала одним из главных чудес лондонской выставки-ярмарки, а во время Крымской войны альтернативы русскому льну, поставки которого были прекращены. После того, как британцы в 19 веке заполонили филиппины дешевым хлопком, промышленное производство ананасовой ткани сошло на нет, и ткань ткали только рукодельницы. Возрождение для полотна на филиппинах наступило в 60-е годы 20 века, когда бывшая первая леди филиппин стала популяризовать платья из него и сделала их культурой. Но до конца 20 века все равно производство тканей из ананасовых волокон оставалось кустарным. Сегодня потихоньку, шаг за шагом, ананасовая ткань заявляет о себе как об альтернативе хлопку и другим натуральным и синтетическим тканям. Учитывая сложность производства, правительство Филиппин поощряет предприятия, которые решили промышленно выпускать ананасовое волокно и возрождать старинное ремесло. В большинстве стран ананас выращивают ради плодов, производство которых в мире достигает почти 30 миллионов тонн. Однако при таком обширном земледелии неизбежно образуется огромное количество отходов, которые вызывают экологические проблемы. Листья ананаса, как правило, утилизируются как отходы, остаются на земле или сжигаются сразу после сбора урожая. Но из них же можно извлечь длинное ананасовое волокно и повысить ценность этой культуры. Смотрите, ананас легко выращивать, он не требует специального водоснабжения в процессе роста и может выращиваться на сухих землях. Он растет очень быстро, так как ананас это трава, которая растет быстрее деревьев. Производство не оставляет углеродный и водный след. Очень экономично, не правда ли? Ананасовое волокно относится к целлюлозным волокнам, так же как хлопок и лен. Посмотрите на состав листьев в этой таблице. По составу, кстати, напоминает льняное волокно. Как же получает ананасовое волокно? Итак, первый шаг – это выбор листьев, что играет очень важную роль, поскольку определяет характеристики волокна. Волокно, которое извлекается из молодых листьев, оно мягкое и слабое. Перезрелые листья, особенно у растений, выращенных на солнце, а не в тени, дают наоборот грубые и ломкие волокна. Поэтому для получения прочных и гибких волокон оптимально подходят листья средней зрелости. Волокна в листе находятся не в розетке над плодом ананаса, а в горизонтальных пучках, которые проходят по всей длине листьев, обрамляющих плод. За последние сто лет технология перетерпела много изменений, хотя некоторые фермеры до сих пор извлекают волокна вручную. Ручной метод – это кропотливая работа, требующая большого опыта. После сбора листьев у них ножом удаляют колючные края, потом фарфоровыми осколками скоблять листья, обнажая волокна, или использовать тыльную сторону ножа, прижатого к деревянной доске. Затем скорлупы кокосового ореха размягчают и расщепляют волокна. Потом волокна отделяются от мякоти листа. В этот момент оно представляет собой зеленую волокнистую массу. Далее волокна промывают и замачивают на несколько дней в воде. При этом микроорганизмы частично разрушают оставшиеся волокни примеси. Далее волокна разделяют на пучки, отжимают от влаги и сушат на открытом воздухе 5 дней. При этом ультрафиолетовые лучи солнца разрушают зеленый пигмент хлорофилл в клетках растений и волокно становится из зеленого белым. Затем высушенный пучок волокн вручную расчесывают, чтобы разделить волокна. Следующий этап прядения, которое ранее осуществлялось на ручных прялках, после чего пряжа поступала на ткацкие станки. Но как вы понимаете, для промышленной переработки такая обработка конечно не подходит. Поэтому машиностроительные компании разработали современное оборудование для декортикации. Это такой процесс извлечения волокон из листьев растений. Посмотрите на схему. Работник вручную помещает одновременно 4-5 листьев в верхней части листа в машину. Два рифленых питающих цилиндра, прижатые друг к другу, деформируют и размягчают листья для облегчения извлечения волокон. Дополнительный цилиндр прижимает волокна к расчесывающему барабану, на поверхности которого размещены тупые лезвия, которые благодаря своей геометрии не разрывают волокна, а отделяют их от мякоти листа, разделяют друг относительно друга и удаляют с них остатки листьев. При этом вращающийся барабан многократно воздействует на листья. Работник при этом руками держит эти листья. После обработки он извлекает листья из машины, переворачивает и повторно обрабатывает скоблевую часть листьев. В результате образуются расчесанные пряди ананасовых волокон, которые отправляются на промывку из листьев. Китайские же машиностроители пошли дальше и разработали линию по извлечению ананасовых волокон из листьев, где процессы декортикации, промывки, очистки, расчесывания волокон объединены и протекают непрерывно, что значительно увеличивает производительность и позволяет перерабатывать ананасовое волокно в больших объемах. Ананасовое волокно слишком длинное для классического прядения на прядиных машинах, поэтому после обработки его отправляют нарезанную машину, которая нарезает длинные волокна на длину 35-40 мм. После этого волокна проходят все этапы прядения в чистом виде или в смеси с другими волокнами. Пряжение его можно получать на обычных кольцепрядиных машинах. Выход такого волокна по отношению к свежим листьям составляет по массе 0,8-0,9% всего. Существует и другой метод извлечения волокон ананаса из листьев. Перед механической декортикацией листья замачивают в течение 28 дней в чистой воде или в растворе мочевины при температуре 25 градусов. При этом химические препараты и микроорганизмы разрушают в течение того времени клеящее вещество, скрепляющее волокна между собой и с мякотью листа. При таком замачивании из листьев извлекаются лигнин, жир, воск, зола, пектин и другие вещества. В конце вымачивания листья вынимают и промывают пресной водой. Этот способ позволяет получать более тонкие ананасовые волокна, которые подходят для получения легких тканей. Ананасовое волокно прочное, износостойкое и обеспечивает долгий срок службы изделия. По прочности оно выше, чем хлопок и примерно соответствует прочности изделия из шелка. Волокно полупрозрачное, белого или цвета слоновой кости и имеет блестящую шелковистую текстуру, похожую больше на лен или шелк. Волокно мягкое и поэтому изделия из него комфортные в носке. Хорошая воздухопроницаемость изделий, высокая гигроскопичность, гипоаллергенность. Волокно устойчиво к плесени и грибку и поэтому подходит для обивки уличной мебели или других предметов, которые могут подвергаться воздействию влаги и солнца. Хорошо окрашивается большинством красителей, может смешиваться с другими натуральными и химическими волокнами. Например, при смешивании с шелком получают ткань, которая называется пиносилк, а при смешивании с собакой называется пиноджуси. Изделия из него биоразлагаемы и могут быть компостированы в конце срока службы. К недостаткам ананасового волокна можно отнести ограниченную доступность, так как оно не так хорошо распространено по сравнению с другими волокнами. Также ткань из ананасового волокна достаточно деликатна и требует особого ухода при стирке и хранении. Рекомендована ручная стирка или щадящий режим, а также избегание использования сушилки. И все-таки как технолог, главным недостатком ананасового волокна, я считаю, не эти, а очень высокую неравномерность волокна по свойствам. Свойства ананасовых волокон могут очень сильно меняться в зависимости от происхождения растений сорта, возраста, способов экстракции волокон или даже положения волокон в листе. Очень важным для переработки и эксплуатации изделий является значение диаметра волокна. А у ананасовых волокон диаметр даже одного волокна неравномерен между своими разными участками. Например, у основания листьев он больше, чем на кончиках. У основания листа диаметр волокон 54-121 мкм, в среднем 80 мкм, а на кончиках листьев он 35-112 мкм, в среднем 66 мкм. То есть самые тонкие волокна соответствуют по диаметру полугрубой овечьей шерсти, а самые толстые соответствуют человеческому волосу. Линейная плотность волокон, поэтому тоже неравномерная, составляет от 1,3 до 7 тексов. Также в больших пределах изменяется и прочность волокна, и его разрывное удлинение. Такая большая разница не только осложняет процесс переработки ананасовых волокон, но и создает трудности получения изделий с равномерной поверхностью. Вот почему их часто смешивают с другими, более равномерными волокнами, например, с хлопком. Посмотрите данные таблицы. По разрывной нагрузке это волокно близко к хлопковому, но более грубое. По удлинению близко к льняным и другим стеблевым волокам. По гигроскопичности соответствует большинству целлюлозных волокон. Плотность 1,52 г на сантиметр кубички соответствует плотности всех целлюлозных волокон. Щелочная обработка волокон ананаса снижает его линейную плотность на 5-6%, повышает белизну, но уменьшает разрывную нагрузку вплоть до 45%. Давайте посмотрим на внешний вид ананасовых волокон на снимках с электронного микроскопа. На фотографиях поперечного сечения волокон при 200-кратном увеличении хорошо заметно, что диаметр волокон очень сильно отличается друг от друга. Кроме того, видно, что волокна не закручены в спираль как хлопковые, и поэтому они обладают более высокой жесткостью на изгиб и кручение. Такой вид напоминает волокна льна, также очень неравномерного по сечению. Но если посмотреть на снимки поперечного сечения, полученные при увеличении в 1500 раз, то станет хорошо заметна внутренняя полая часть волокна, проходящая по всей его длине, несвойственная другим натуральным волокнам. Эта полость обеспечивает малый вес волокон, хорошую гигроскопичность и высокий звук и теплоизоляционные свойства. Поэтому из ананасового волокна можно также получать очень теплые вещи. Из тончайших тканей, кремового оттенка, раньше шили национальные филиппинские костюмы, особенно свадебные платья. Они были настолько изысканные и удивительные, что некоторые из них, сшитые для богатых дам Франции в начале 18 века, сейчас находятся в коллекции Нью-Йоркского музея искусств Метрополитен. Стоимость ананасового волокна на сегодня очень невысокая, составляет 360-550 долларов за тонну. Это минимум в 5 раз дешевле хлопка, что обусловило его самое разнообразное применение. Для различных видов мягкой и комфортной одежды, включая платья, в том числе свадебные, юбки, блузки, рубашки, джинсы и обычные брюки. Из него и сегодня изготавливают тонкую и прозрачную вышитую одежду Баронг, которую на Филиппинах носят поверх рубашки и другой официальной одежды. Для таких аксессуаров, как шляпы, сумки и ремни, эти изделия прочные и стильные. Для домашнего текстиля штор, скатерти, ковриков и мебельных тканей. Для создания декоративных изделий, таких как настенные украшения и гобелены. Волокно используется в производстве высококачественной бумаги, которая идет на печать банкнот, сертификатов и других документов. Для армирования композитов в строительной промышленности и в качестве армирующего агента в резинотехнических изделиях. В автомобильной промышленности для создания легких и прочных тентов для грузовиков. Для теплой звукоизоляции. Для изготовления прочной модной обуви, как альтернатива коже. Необычным применением ананасового волокна является изготовление из него так называемой ананасовой кожи. В 1990-х годах на Филиппины к консультантам попала Кармен Хиджоса, известный ирландский дизайнер в области кожгалантерей. Увидев огромные плантации ананасов и отходы, гниющие на свалках, а ежегодно выбрасывалось около 40 тысяч тонн листьев, у женщины загорелась идея создания экологичного бренда на основе листьев, не требующего дополнительной земли, воды, применения пестицидов и удобрений. Сегодня компания «Ананас Анам» на основе листьев ананаса производит искусственную кожу под брендом «Пинотекс». Ананасовое волокно после обработки смешивают с полимолочной кислотой из кукурузы и подвергают механической обработке, в результате которой и получают этот искусственный заменитель кожи, внешне ничем не отличающийся от натуральной. На один квадратный метр такой кожи уходит примерно 480 листьев от 16 ананасов. Рулоны кожи переправляются в Филиппин, в Испанию или Италию для окрашивания с использованием пигментов и обработки для придания материалу повышенной прочности, долговечности и водонепроницаемости. Ананасовая кожа подходит для создания одежды, обуви, аксессуаров и обивки мебели. Сегодня она используется более чем тысячу брендами, в том числе Puma и Hugo Boss. Из этого материала шьют как портмоне, ремешки для часов, так и вечерние платья. Например, Hugo Boss недавно представил новую коллекцию кроссовок, выполненную в четырех цветах, изготовленную из пинотекс. Таким образом, бренд ответил на растущий спрос на обувь, созданную не из кожи животных. Каждая пара такой обуви на 80% состоится из ананасовой кожи и окрашена с помощью растительных красителей. Шнурки сделаны из биохлопка, то есть органического, а подошва из переработанного полиуретана. Вот такая вот суперэкологичная обувь. Изделия из ананасовой кожи в разы дешевле натуральной. И производители также привлекают экономичность материала при изготовлении одежды, в виде при раскрое остается гораздо меньше обрезков кожи. Будущая ананасовая ткань выглядит довольно многообещающим и с потенциалом для роста и развития. Ведь ткань из ананасового волокна является хорошей альтернативой синтетики и натуральным волокнам и может стать более популярной, поскольку спрос на экологичный текстиль продолжает каждый год расти во всем мире. Поэтому в следующий раз, когда вы будете искать уникальный экологически чистый материал для своего производства, рассмотрите пряжу из ананасового волокна. Ваши проекты будут не только стильными и экологичными, но и поддержат растущую отрасль. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться. И если у вас есть желание поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Спасибо за внимание. Продолжение следует...